Это была интересная концепция, которая открыла новую точку зрения на две земли и разделение старой и новой земли. Когда я уже заканчивала редактировать эту главу, у меня случилось внезапное озарение. Странно, как много раз нужно что-то перечитать, пока, наконец, не щелкнет. Возможно, именно так работает ум. Ему нужно несколько раз с чем-то столкнуться, прежде чем он, наконец, поймет. Идея о людях-декорациях мне показалась интересной и определенно новой. Но затем я поняла, что подсознание пыталось донести нечто большее. Часто на моих лекциях люди хотят узнать больше о старой и новой земле и о тех, кто останется позади. Теперь я думаю, что в этой концепции можно найти некоторые ответы. Они говорили, что большинство из нас выбрали прожить жизнь сейчас и пришли с высшей целью — помочь спасти Землю. Но, хоть мы этого и не знаем, на Землю также были посланы другие энергии, чтобы играть разные роли в созданных нами сценариях, в нашей иллюзии. Это и есть люди-декорации. Они приходят, чтобы жить, дышать, работать и умереть, но у них нет реальной цели, кроме как участвовать в массовке в нашей жизненной драме, служить декорациями, на фоне которых все происходит. Они были названы рабами, но мне кажется, это слишком грубое слово. Они всего лишь энергия, которую переносят из одной звездной системы в другую, чтобы играть ту или иную роль. Они напоминают актеров, которые всю жизнь лишь снимаются в массовке, на втором плане, никогда не получая главной роли. Мне это напоминает фильм шоу Трумэна, где молодой человек всю жизнь жил в иллюзии, где разные актеры играли свои роли, пока он, наконец, не понял, что все это не на самом деле. Другие играли свои роли очень реалистично и убедительно. Они сказали, что эти люди гневаются, но я думаю, что они заразились этим гневом, взаимодействуя с окружающим их негативом. И этот негатив усиливает их гнев. Это создает все войны и катастрофы, которые сейчас происходят на Земле. И из-за этого в различных войнах и стихийных бедствиях гибнут тысячи людей. Они должны привносить в нашу иллюзию драму. Сущность, с которой я общалась, сказала, «Их перемещают из одного места в другое, чтобы они делали то, что должны делать, потому что они — лишь энергия». Думаю, на это нужно смотреть беспристрастно. Мы хотели пережить в своей жизни определенные события, и эти люди были наняты, чтобы играть в массовки. Я не утверждаю, что это действительно так, но это интересная концепция, над которой стоит задуматься. Очередная пища для ума. Хотите — соглашайтесь, хотите — нет. Я теперь думаю, что именно они, люди декорации, останутся на Старой Земле, потому что у них нет высших вибраций или высшей цели. Они преподносят нам уроки самим своим присутствием, но они не должны эволюционировать. Они останутся позади. Те же, кто осознает свою высшую цель и повышает частоту своих вибраций, совершат путешествие на Новую Землю. Есть также те, кто пришел, зная о своей миссии и имел высокие идеалы, но позволил чужому негативу влиять на себя и тянуть вниз. Им тоже придется остаться вместе с той другой энергией на Старой Земле, когда произойдет разделение. Поэтому нам важно осознать, что все это лишь иллюзия и найти свою роль в сотворении Новой Земли, а также помочь это сделать другим. Мы не должны поддаваться энергии гнева, исходящей от людей декораций, чтобы не застрять на Старой Земле. Поэтому это личное дело каждого. Каждый должен найти свой путь и осознать цель, с которой он пришел. Эта странная концепция людей-декораций, напоминающих массовку в фильме, произвела на меня неизгладимое впечатление. Теперь, когда я нахожусь в многолюдном аэропорту, на круизном лайнере или в оживленном городе, и вижу суетящихся людей, занятых своими делами, словно не замечая друг друга, я вспоминаю о людях-декорациях. Это интересная концепция. И, возможно, я еще не до конца поняла ее смысл. В другом сеансе я получила следующую информацию. Не все люди одинаковы. Одни умеют читать и созидать, а другие подобны животным. Большинство не догадывается, что они ресурсы. Он думает, что у них у всех есть души. Это не так. Некоторые представляют интерес, некоторые нет. Другие лишь артефакты. Что вы имеете в виду? У реальности есть поверхностные, слои. Эти люди вовлечены лишь в верхние слои, только в самые мелкие слои. У них нет связи с более глубокими слоями, но Бог состоит из всех этих слоев. Поэтому есть уровни, которых люди должны достичь, которыми они должны овладеть. На мелких уровнях тоже есть бытие, поэтому они и существуют. Но большего для них не будет. Он хочет для них большего, но это невозможно. Он не может это контролировать, да? Он не может это контролировать, но он знает, что мир контролируют те, кто способен созидать. Поэтому он может контролировать реальность, если позволит им контролировать реальность за него. Но вы говорили о тех, кто лишен душ. Они лишь энергия? Они лишь материя. Больше, чем материя. Они неполноценные. Мы создаем нашу реальность, а они в числе того, что создано, чтобы населять нашу реальность. Их задача – населять реальность, но не управлять ею, не менять что бы то ни было. Они лишь попутчики. То есть, скорее, как декорации. Да, как декорации. Они больше этого, но они этого не знают. Они теряют контакт с более глубокими слоями реальности. Они ограничиваются верхними слоями и в итоге отрываются от тех, которые глубже. А в одной лишь поверхностной реальности существование не может быть полноценным. Но в нижних слоях. Вы сказали, что у них нет душ, но мы воспринимаем их как проживающих жизнь. У них есть жизнь, но в то же время у них ее нет. Они лишены долговечности. Настоящая жизнь – это жизнь без конца. А у них этого нет? У них этого нет. Чтобы существовать, им нужно заново определиться. Им нужно определение. Они не определяют себя. У них нет такой способности. Их определяет окружение. А нужно, чтобы они определяли себя с помощью собственного восприятия. Это все, что у них есть. У них нет способности творить, но есть способность чувствовать окружающее их творение. Некоторые приспосабливаются к этому творению. Они преуспевают. А те, кто не приспосабливается, не преуспевают. У них есть жизнь. У них есть дети. И то, что мы считаем… О, да. Они – ресурсы. Что вы имеете в виду? Они – биологический вид. Биологический вид должен продолжать свое существование. Они должны размножаться. Они будут производить всевозможные организмы. Их задача – размножаться. Их задача – родить будущие поколения и обеспечить реальность и непрерывность, чтобы она стала тем, чем должна стать. Но сами они не могут сделать ее тем, чем она должна стать. Они должны оставить это другим. А что происходит с такими людьми, когда они умирают? Некоторые люди – есть вселенская душа, которая способна продлевать идентичность или отзывать ее из активности до воссоединения с высшими формами. И одни просто утрачивают свою идентичность и не используют ее. Других же нельзя просто отозвать. У них нет нужной для этого непрерывности. Они должны заново воссоздаваться на поверхностном уровне реальности. Они не существуют в том же смысле. Они могут, но не видят этого. И поэтому не существуют. То есть, когда мы воспринимаем, как они умирают, они просто рассеиваются? Они не могут. Тех, у кого нет непрерывности, нельзя просто отозвать. Они рассеиваются. Как-то раз. Вы же знаете, что я часто с вами общаюсь. Конечно. Так вот, однажды вы упомянули о тех, кого вы назвали людьми-декорациями. Сейчас вы говорите о том же самом? Они больше, чем декорации. Они воспроизводят вселенского оператора. Но делают это только на поверхностных уровнях. Они законсервированы. Я пытаюсь понять. Раньше вы говорили, что они подобны массовке в фильме. Они не такие, как другие люди. Людям нужны люди. Они не могут жить сами по себе. Им нужна сеть взаимозависимостей. Они должны поддерживать друг друга. Они нуждаются друг в друге. Мы создаем реальности не с одним, а с множеством существ. Чтобы испытать взаимосвязанность бытия, но для одного это был бы поверхностный опыт. Есть лишь один. Ничего другого быть не может. Все создается из него. Значит, мы создаем этих людей декораций просто для компании, так сказать. Чтобы чувствовать, что мы не одни или как. Они сами себя создают, но им в этом помогают, потому что сами они не знают, как это делать. Для этого нужно больше, чем у них есть. У них нет всего необходимого. Они лишены внутреннего содержания. Однако они могут эволюционировать до такого уровня, когда они смогут это делать. Они могут обрести идентичность. Можно обрести идентичность в процессе эволюции. Но многие из них этого не достигли. И когда они умирают, как мы говорим, они вновь поглощаются вселенской душой, если я правильно понимаю. А вот еще один сеанс, где, как мне кажется, я получила самое лучшее объяснение. Я написала об этом, и мне постоянно задают вопросы. Я сказала, что знаю, что получу больше информации, которая позволит мне лучше понять. Вы знаете об этой концепции? Да, что вы хотите узнать? Мне нужно объяснить людям. Мне говорили, что люди декорации — это энергия. Они нереальны. Да, они голографические образы. Мне говорили, что они как массовка в фильме. Да, голографические образы. На последнем сеансе мне сказали, что людям нужно, чтобы рядом с ними были другие люди, и именно поэтому их создают. Да, но они кажутся плотными. Да, но они не плотные. Хотя в каком-то смысле они все же плотные, потому что их делает таковыми внимание, которое им все уделяют. Внимание придает им реальность, поэтому некоторые из них на каком-то этапе, обретают подлинную идентичность. Но многим из них такой шанс так и не выпадает. Если подойти к кому-нибудь из них и заговорить... Можно ли сказать, реальный это человек или один из них? Если подойти и заговорить с кем-то из этих людей? Вы не заметите разницу? Нельзя понять, когда перед тобой человек-декорация? Нет, но количество энергии, которое они получают в какой-то момент, дает им шанс стать реальными. И многие, многие никогда не становятся реальными или не получают такого шанса. Значит, они не совсем живые? Нет, они живые, но в голографическом мире. Это образ. Всего лишь образ, обладающий потенциалом стать реальным. И этот потенциал активируется, когда другие обращают на этот образ свое внимание, свою осознанность. То есть они могут становиться реальными? Да. Иначе они просто как анимированные картинки? Да. И они не живут и не умирают? Они лишь образы? Да. Но если на них фокусироваться, они могут обрести жизнь? Да. Со временем. Со временем. Это не происходит мгновенно. Значит ли это, что они должны прийти и родиться? Нет, нет. Вначале нет. Но в итоге им нужно ступить на колесо информации. То есть им придется оказаться в колесе? Я думала о кармическом колесе. Да. Не в первый раз, но затем им придется это сделать. Но все это решает кто-то другой. Это решают законы и механизмы Вселенной. Я не раз слышала. Это люди без душ и не могла этого понять. Да. У них нет души. Потому что они лишь образы. Да. У них нет высшего «я». Но если я буду с кем-то из них взаимодействовать, даже если коснусь его, я не замечу разницы. Нет. Не заметите. Они окружают вас. Их много. Каждый раз, когда прихожу в аэропорт, я говорю, взгляните на всех этих людей декорации. Так что это оно и есть? Да. Но те, с кем мы взаимодействуем регулярно, реальны? Рано или поздно они становятся реальными. Но люди декорации, они не реальны? Нет. Все голографично. Если так смотреть, все. Мне говорили, что все иллюзия. Все. Даже этот стул. Все. Да. Это лишь иллюзия. Да. Возможно, мы единственные реальны и сами создаем окружающий нас мир. Да. Но мы можем взаимодействовать с другими. Я говорю на своих лекциях. Эта аудитория не существовала, пока люди, которые пришли на лекцию, вместе не решили ее создать. Да. Она лишь существовала как возможность. Если осознать, что мы сами создаем свою реальность, это еще больше пищи для ума. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok